Итак, ждет ли нас бюджетный кризис? И чем в итоге закончатся споры с МВФ? Обсудим со специалистом Олегу Стенко, экономический эксперт, наш гость сегодня. Здравствуйте, Олег, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Вот скажите, что происходит все-таки с госбюджетом? Депутаты полугают, что в этом году на запланированные расходы денег не хватит. Все настолько критично? В общем-то, по большому счету говоря, бюджет находится в зоне дефицита. Это дефицит более чем 2,5% валового внутреннего продукта. Вроде бы и ничего. Насколько это опасно для страны? Для такой страны, как Украина, более чем опасно. И вот почему. Потому что у нас уже достаточно много долгов. Не забывайте, что у нас объем долга государственного и гарантированного государством это 80% валовому внутреннему продукту. И плюс еще достаточно опасным является то, что 5% нашего ВВП ежегодно мы отдаем просто как выплату за проценты. Получается, что для того, чтобы жить как минимум не хуже, чем в прошлом году, мы должны с вами расти высокими темпами. От 5% в год. Как раз тут наши соседи по Европейскому Союзу? Как минимум, да. 5%, например, та же Румыния, которая в прошлом году более чем 5% выросла. Да и по большому счету говоря, все что меньше рост, он неадекватный. И это получается, что система координат движется со скоростью куда более высокая. 5,5% в среднем развивающиеся рынки. А Украина 2,5% в прошлом году, 2,5% позапрошлом. При хорошем раскладе, а риски есть большие, 3% в этом году. И вот мы постепенно отстаем от всех-всех-всех. И если вы посмотрите, скажем, ВВП на душу населения, вы увидите, что у нас очень низкий. А вместе с тем есть целая группа стран, которые мы традиционно считали вроде бы как очень бедными странами. Они растут очень неплохо. Монголия с 2010 года не растет ниже, чем 10% в год. Вьетнам, Кампучия, Лаос не растет ниже, чем 6% в год. Турки при всех проблемах, которые у них есть, растут тоже достаточно неплохо, от 4% в год. И в общем, если вы посмотрите страны Латинской Америки, которые мы здесь традиционно трактуем... Давайте зрителям сразу объясним, почему нам важно смотреть на опыт той же Монголии. Потому что инвесторы, скорее всего, туда пойдут со своими деньгами. Правда, да? Потому что инвестор всегда оценивает, какой у тебя есть риск в стране и какая прибыльность получается. А когда риск в стране очень высокий и прибыльность не дает возможность покрывать этот риск, то понятно, что он не заходит в эту страну. Вот почему мы, к слову сказать, в этом году не получим больше 2 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. А если вы посмотрите, скажем, пиковые значения, которые мы получали за время нашей новейшей экономической истории, то это было по 10 миллиардов. То есть в 5 раз меньше, чем пиковые значения. И когда у тебя есть такие незначительные приходы инвестиций, у тебя традиционно начинает формироваться так называемое девальвационное давление на местную денежную единицу. Прибавьте туда то, о чем вы говорите, мы входим в пик политического цикла. В 2019 году выборы. Значит, перед 2019 годом у многих депутатов и у многих политического класса страны могут возникать различные хотелки. Хотелки в том числе, давайте потратим сюда, направо, налево. Не будем думать о том, что мы вешаем дополнительные долги на украинских налогоплательщиков. По-моему, это такая очень опасная и не очень-то ответственная политика. Потому что вот я вспоминаю Аргентину лета этого года, которые разместили свои облигации государственного займа на 100-летний период времени. Мы что хотим? Мы хотим перевешивать, как Аргентина, свои проблемы сначала на наших детей, потом на наших внуков, правнуков. Вы представляете, 100-летняя перспектива. Олег, я правильно понимаю, что политику Минфина по размещению облигаций вы считаете не самой лучшей? Я считаю, что она не самая лучшая, но я также понимаю, что... Но госдолд же она наращивает? Она наращивает, конечно, она наращивает госдолг. Крайне опасно. Более того, если вы посмотрите, он-то и очень дорогой, этот госдолг. Если бы Украина сейчас хотела выйти на внешние рынки заимствования капитала, она должна была бы готова платить где-то 10% годовых. Это колоссальные цифры, особенно если мы думаем по поводу валюты. Олег, давайте от высоких материй, более приземленной экономики. То, что касается каждого нашего сейчас зрителя. Самая одна из зон риска сейчас, это все-таки социальные выплаты. Может так случиться, что на выплаты зарплаты пенсии денег не будет? Что вот настолько все будет плохо? Нет, я не думаю, что настолько будет плохо, потому что у любого государства, в том числе у украинского, есть возможность. А, ты наращиваешь долг. Если ты живешь в краткосрочной перспективе, ты можешь забыть по поводу ответственности перед будущими поколениями, не одалживай прямо сейчас, насколько это возможно, даже дорогие деньги. Венесуэла в период своего кризиса, в прошлой весной, например, одалживала деньги под больше, чем 20% годовых. Это колоссальный удар по всему населению, но это один из возможных путей. Можно раскручивать инфляцию, она потом ударит. Вопрос просто не показать своему населению. Это плохо. Но политики, как правило, тогда пользуются такими категориями, показать населению, что ты не бьешь под ним прямо сейчас. А этот удар придется после пика политического церкви. Многие политики, наверное, не побрезгуют таким способом. Смотрите, многие сейчас пугают, что срыв сотрудничества с МВФ, а будем откровенными, сотрудничаем как-то так, ни шатка, ни валка, приведет к очень стремительному росту курса доллара. Уже пугают население и 35 за доллар, и 40 за доллар. Как вы считаете, насколько негативно на украинской валюте может отразиться последняя тенденция нашего сотрудничества с МВФ? Первый месседж состоит в том, что, во-первых, мы всегда знали, или правительство и политический класс знал, на что он идет, когда он заключал сотрудничество с Международным валютным фондом, на что он подписывался. Проблема Украины состоит в том, что у нас идут большие выплаты. И в этом году, и в следующем году. И если в этом году это были выплаты в районе 6 миллиардов долларов, то в следующем году выплаты куда более высокие. И так называемая открытая, непокрытая потребность. Потому что это не только выплаты, которые у вас есть в стране. Есть еще торговый дефицит, есть еще потребность частного сектора. Эта вся потребность может составлять 10 миллиардов долларов на следующий год. Я не считаю потребность этого года, которая до конца года еще может составлять около 5 миллиардов. От теперешнего момента до конца следующего года 15 миллиардов долларов. Представьте, что золотовалютных резервов есть 18,2 миллиарда, из которых собственные резервы Национального банка страны 6,5 миллиардов. Поэтому, конечно, это очень проблемная зона. Поэтому либо ты находишь деньги, не обязательно УМВФ, а где угодно. Сделай реформы в своей стране. Сделай реформы, накачай сюда прямые иностранные. Вы правильно понимаете, что пока звучит все то, что вы говорите, как просто неминуемый обвал гривни? Я бы сказал, что это все звучит как неминуемая высоковероятностная угроза для финансовой стабильности страны, но она решаемая. Ну, надеюсь, что нас хватит мудрости у политиков. Надеюсь, но проблема тоже... Решите ее, потому что вы меня пока что испугали. Мне кажется, что проблема Украины, что все пытается решать такой компанейщиной. Очень неплохо сказал сегодня один из депутатов в парламенте. Не хочу называть политическую партию и кто это. Но он сказал очень хорошо, что, да, антикоррупционный суд очень важно, но не забывайте, что есть еще целый ряд законов. Например, не стоит забывать, например, о необходимости развития финансового рынка страны. Не стоит забывать о необходимости развития реального сектора экономики. То есть есть еще масса вопросов, а как-то в Украине все привыкли к компанейщиной. Сначала все бежим в эти двери, потом все в эти двери. Перед вами стоит бетонная стена некачественного инвестиционного климата. Разрушить эту стену, просто просверлив здесь дырочку и здесь дырочку, не удастся. Надо бить по этой стене. Ну, да, у нас любят бить кувалдой, там, где, в общем-то, нужно работать более аккуратно. Спасибо. Вам спасибо. Известный экономист, президент Гарвардского клуба отвечал на мои вопросы. Пожму с удовольствием руку президенту. Спасибо, что нашли время.